что нравится всем но у тебя в тайне вызывает ненависть все что связано с гарри поттером книги говно фильмы невозможно смотреть роллинг в наглую украла сюжет урсула ле гуин упрощаешь чужую работу убираешь из нее любые подтексты вот тебе и профит бейонсе я не хочу ее у нее действительно есть несколько прилипчивых песен но мне совершенно непонятно почему все сходят по ней с ума и смотрит на нее как на какое-то божество мне кажется что мне не нравится ее музон как раз из-за ее фанатов типа никаких претензий к ней но фанаты у нее просто отбитые любое шоу-сериал за кадровым смехом включая всеми любимых друзей и теорию большого взрыва чтобы поржать на чем-то смешным мне не нужна подложка с липовым студийным смехом вообще-то у друзей на студии всегда были реальные зрители я сам присутствовал на съемках одной из серий девятого сезона в какой-то момент я даже специально ржал не в попад чтобы потом при просмотре серии услышать свой смех в итоге меня походу вырезали рэп не требует таланта и практики явно считается сексистским жанром изображает деньги и похоть как высшие жизненные цели одобряет насилие но каким-то чудом нравится всем включая моих друзей считающих себя борцами за социальную справедливость они мне говорят но ведь есть рэпер такой-то который не делает всего этого ага как же меня задолбало слышит отовсюду про фортнайт это ты еще в школе не работал моя мама работает учительницы седьмых и восьмых классов говорит они только про него и болтают но у этого есть и положительная сторона по словам мамы фортнайт помогает тихоням немного раскрыться так как все играют в эту хрень а тихоня обычно самые лучшие игроки таким образом у шоу америка ищет таланты столько зрителей это же постановочный конвейерный мусор ой взгляните-ка на этого чудика да что он вообще забыл ха ха он такой странный погоди он что начал петь на шоу где поют о божечки это просто прекрасно а потом слезы и миллионы просмотров на ютубе чуваки я терпеть не могу города да болт я клал на ваши бары концерты и вечеринки одни только пробки и раздражающие толпы людей я не знаю чё всем так нравится платить 2000 долларов за жизнь в шкафу твиттер справедливости ради мне кажется что многие пользователи твиттера сами не прочь похейтить твиттер ничто у меня не вызывает такую ненависть к твиттеру как среднестатистический пользователь твиттера ходячие мертвецы я под этот сериал сразу врубаюсь по моему в наше время даже самые ярые фанаты ненавидят ходячих мертвецов это про меня я каждую неделю сижу перед телеком и говорю себе господи какой бред почему я до сих пор смотрю это говно тут тебе и ужасно актерская игра и дебильнейшие сюжетные линии персонажи все тупые зомби каким-то хером умудряются жрать людей хотя достаточно просто чуть ускориться чтобы свалить от них но все равно врубаю телек и смотрю эту хуету каждую неделю заводить детей мне все время говорят что как только я выйду замуж я обязательно захочу детей но честно говоря у меня нет ни материнских инстинктов нежелания заводить детей это просто не мое журналы о жизни звезд типа people да мне чихать чем занимаются какие-то там рандомные челы что что они круто сыграли в каком-то там фильме класс если человек круто выполняет свою работу я это уважаю но мне нет никакого дела до того что джерри по утрам намазывает себе на хлеб и какое платье сьюзан надела на прошлую вечеринку фруктовый салат блин держите разные фрукты подальше друг от друга дайте каждому раскрыть свой вкус не люблю эти замесы с морщинистыми виноградинками коричневыми бананами и киви заляпанными яблоками есть еще отморозки которые добавляют в эту кашу ананасы ананасы это просто блестки от мира фруктовых салатов их вкус оказывается повсюду любые реалити шоу игровые шоу музыкальные шоу шоу типа холостяка пляж и так далее они все такие скучные однообразные мне куда больше по душе сериальчики с реальным сюжетом температура выше 22 градусов для меня рай это каждый день тучи и температура в районе 13 градусов я не люблю игры с королевской битвой fortnight pub h1 z1 и так далее мне не нравится их стиль и бесит что разрабы сейчас в каждую игру пихают свою версию этого режима королевская битва для нынешнего поколения так как в наше время были рпг с крафтингом и открытым миром только хотел сказать мморпг и задумался над тем какой я старый собаки опачки первое реально спорное мнение моя девушка раз пару месяцев заводит разговор о том что нам пора завести собаку обычно это происходит тогда когда кто-то из наших друзей заводит себе питомца и я не то чтобы не люблю собак просто не требует столько внимания и денег это же как ребенка завести сразу меняется твоя жизнь и распорядок дня решили устроить себе поездку и ищите себе отель извините у нас собаками нельзя решили потусить и немного загуляли черт нужно скорее бежать домой и выгуливать пса иначе он нам всю хату засыт любая музыка за исключением классики и старого джаза изменено так как многие спрашивают почему мне нравятся только эти два жанра и считают позволительным называть меня высокомерным мудаком добавлю немного контекста раньше я обожал большинство поджанров рок-н-ролла панк металл классический рок и так далее мне даже нравился ранний рэп и гангстер но со временем вся музыка стала для меня звучать слишком однотипно я просто устал от нее для моего нетренированного слуха классическая музыка и джаз звучат куда более интересно и менее предсказуемо чем популярная музыка рок-мертв рэп стагнирует и потихонечку приближается к той же участи а идеям по большей части является просто отвратительным шумом я очень умный танцы со звездами я называю это шоу танцы с никому не нужными звездами тем самым вызывая у мамы и сестры дикий гнев никому не нужные звезды это еще хорошо звучит у меня вообще язык не повернется назвать их звездами так один раз где-то засветились печальное зрелище жизнь вопрос был в том что большинство любит они ненавидят фильмы про супергероев не максимально поебать на очередных новых мстителей тоже так считал пока не начал их смотреть они как банальные попсовые песни бессмысленные но веселые но в них есть смысл марвеловские фильмы как раз тем и отличаются от других блокбастеров что у них центре всегда личность ты чувствуешь личностный рост героев и воспринимаешь их как реальных людей чего не скажешь про мир юрского периода трансформеров и тот фильм где реально воюет с пришельцами сериал офис да как ты смеешь а если серьезно то офис явно не для всех хоть это чисто мой тип юмора я понимаю некоторых своих знакомых которым он совершенно не вкатил вообще это мое любимое шоу за исключением одного дерьмового сезона и пары скучных серий веганская еда неужели кому-то реально нравится блюдо без мяса да не смешите мои тапки бухать да это отличный вариант с кем-нибудь подружиться и поболтать но черт побери почему в западной культуре на тусе всегда обязательно должен быть алкоголь я и сам выпиваю но только потому что так у нас заведено а в тихаря я это дело просто ненавижу хорошая погода мне больше по душе когда облачно серое небо все покрыто росой и классная прохладная температура вот это я понимаю хороший день они это ваше чистое небо и слепительное солнце с жарой мерзость англия уэль себе показались бы раем как же я ненавижу нашу угрюмую погоду я совершенно не фанат брендовой одежды не поймите меня неправильно я люблю качественные вещи но мне совершенно пофиг какое на них напечатано имя в итоге я хожу в дешманских лоферах а моя жена обвешивает себя сумками прада и шанель не понимаю прикола просто демонстрация своего статуса такая же ситуация с кроссовками ходить по барам клубом каждые долбанные выходные да потусить раз какое-то время это весело однако я знаю ребят которые ходят по барам два раза за выходные и еще по будням умудряются догнаться они все время нажираются в зюзю и делают об этом посты в снэпчат я вообще не вижу в этом никакого прикола не с точки зрения развлекухи не с точки зрения денег правильно выбор ответственных людей кокосик дома может свадьбы типа не женитесь сколько хотите но как по мне большие традиционные свадьбы это просто деньги на ветер знаешь за последние пять лет работы свадебным координатором я точно поняла что не хочу классическую пышную свадьбу хотя сама недавно вот обручилась ты прав на это дело нужны просто сумасшедшие деньги причем все они идут на развлечения гостей а молодожены редко когда вообще получают удовольствие от процесса африка то то есть миллион причин почему эта песня ебаный мусор но все почему-то подсасывают друг другу и делают вид что это лучшее произведение всех времен и народов короче это и весь музон группы джорни полное говно изменено так как похоже что все ненавистные мною вещи как-то связаны с музыкой добавлю сюда еще вот что артистки и певицы которые базарят и ведут себя так будто они сильные и независимые женщины но при этом поют только о мужиках о разбитом сердце о том как им изменяли и прочих соплях когда тебе столько лет сколько мне ты уже ничего не хочешь в тайне а теперь детишки съебались мои лужайки снэпчат потому что я ценю свою личную жизнь и не интересуюсь всякой скучной бытовой парашей которые люди занимаются изо дня в день а также мне насрать что люди думают о моих повседневных делах влогеры с ютуба чуваки просто флексит своими бабками и всем видом показывают что их жизнь лучше чем наша тупость толпы людей я никогда никогда не любил большие скопления людей ни в классе ни на концертах ни на вечеринках нигде мне больше по душе небольшая компания кошка от 3 до 7 человек максимум если больше то мне уже некомфортно изменено уточню я имею ввиду то что большинство людей любят ходить на концерты и прочие движухи где много людей я понимаю что люди идут туда не ради толпы а ради самого мероприятия но я никуда не хожу как раз именно из-за толпы видеоигры я неоднократно пытался играть в них у своих друзей но для меня все это как-то скучно новый год свадьбы совершеннолетия и любые мероприятия которые подразумевают что все должны хорошенько повеселиться типа ты обязана быть в настроении должна веселиться да идите вы в сраку я устала и хочу сидеть дома перед телеком никому никогда не обещаю что я приду искусственные ногти да согласна выглядят прикольно но как же они бесят когда нужно написать сообщение на телефоне открыть банку да или вообще сделать что угодно как так получилось что длиннющие искусственные ногти вдруг стали эталоном красоты если делаешь себе наращивание то им хо лучше делать либо короткие акриловые ногти либо гелевые я себе делаю искусственные ногти вообще только потому что не могу перестать грызть свои я даже специально покупала лак для ногтей с мерзким вкусом и делала маник на дому но в итоге пришла к тому что единственное что способно побороть мою вредную привычку это тот факт что я даю по 40 долларов плюс чаевые за то чтобы мои ногти не были похожи на ногти трупа ариана гранде понимаю что у нее объективно хороший голос широкий диапазон и все такое но меня она почему-то раздражает при этом очень похоже что она просто замечательный человек большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напиши что нравится всем но у тебя в тайне вызывает ненависть и не забудь посмотреть наши другие ролики пока